Давненько я не рассказывал про карты. Я регулярно раньше рассказывал про карты, про кэшбэки. Говорил, что кэшбэк это здорово и какие карты лучшие. С тех пор утекло много воды и сейчас я хочу сделать небольшой обзорчик по картам, которые мы используем. У меня их много, вот здесь. Сейчас я сделаю небольшой обзорчик, какая карта лучше для инвестора, потому что сейчас уже ситуация изменилась. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Я всегда рассказывал про кэшбэк и говорил, что кэшбэк это очень здорово, потому что если мы используем карту, то там есть масса преимуществ. Нам не нужно иметь массу каких-то денег, значит там мелочь не громыхает в кармане. Если деньги, скажем, в кармане украдут, то это безвозвратно. Если мы потеряем карточку, то это далеко не безвозвратно, потому что мы ее можем быстренько заблокировать и нам дадут новую. Карта это сильно лучше и кроме того, карта дает кэшбэк, а наличка кэшбэк не дает, естественно. Вот, и поэтому я ярый сторонник карт. И еще один момент, смотрите, вот я трачу по карте, скажем, не по этой, естественно, 40 тысяч в месяц. И если это кэшбэк 1%, то 1% от этих 40 тысяч мне возвращается. И если пересчитать в годовые, то 1% это 12% годовых на 40 тысяч рублей. И это очень здорово, потому что, ну, это просто капает, как бы я не вкладываю 40 тысяч рублей, я их трачу, а мне капает такой кэшбэк. Соответственно, если 2%, то это 24% годовых, если 3%, это 36% годовых, ну, а если 5%, то это 60% годовых. Поэтому каждый процент кэшбэка это очень-очень здорово, и поэтому, и поэтому вот эта карта абсолютно беспонтовая, потому что она не дает кэшбэка. А если дает, то дает самый низкий кэшбэк, то есть там полпроцента за баллы спасибо. И кроме того, значит, все мошенники нацелены на карту Сбербанка. Ну, в общем, сказать, она беспонтовая. Кроме того, ну, значит, вот у этой карточки срок действия закончился, за нее еще надо платить. Да нафиг она мне нужна, я не стал платить, у меня сейчас нет карты Сбербанка и, в общем-то, нет счета Сбербанка, потому что это самая беспонтовая карта. Следующая по беспонтовости карта – это Яндекс.Деньги. Для чего она мне нужна? Смотрите, ну, есть люди, которые используют Яндекс.Деньги, и им удобнее просто заплатить Яндекс.Деньгами. Я говорю, да, пожалуйста, переводите на мой Яндекс.Кошелек эти деньги, но с Яндекс.Кошелька деньги вывести уже очень-очень проблематично, потому что с Яндекс.Кошелька можно вывести только заплатив комиссию, там обычно это 5%. Ну, вы знаете, что я жлоб, что я не люблю платить такие комиссии, поэтому я завел такую карточку, и по этой карточке я могу расплачиваться этой карточкой. Ой, она уже скоро закончится. Я могу расплачиваться этой карточкой в магазине, там без комиссии, то есть те же самые деньги, только без комиссии. Во-первых, во-вторых, ну, когда остается остаток, я их просто перевожу на, оплачиваю за телефон, и все, и там тоже без комиссии. Вот такие дела. Следующее по, ну, как бы, карты, которые есть дальше, уже идут карты очень даже приятные. Например, вот карта Халва. Я сначала, ну, как-то не обращал на нее внимания особого, а потом, значит, посмотрел, что карта Халва, узнал условия. В принципе, там условия очень-очень хорошие, насколько я помню, там 2% годовых, 2% кэшбэк на все, значит, там скидки, значит, какие-то рассрочки и так далее. Ну, условия достаточно привлекательные, но я ее не пользуюсь, я держу ее в качестве резервной. Ну, то есть, если у меня денег вдруг не будет хватать, а мне в последнее время хватает денег, то, в общем, я ее использую, потому что, ну, условия, вообще говоря, достаточно привлекательные и очень-очень хорошие. Кроме того, там есть система, там, ну, магазины-партнеры, карт Халва, они есть на карте, их много, пятерочка туда входит, поэтому карту Халва могу рекомендовать всем, потому что очень-очень классная карта, и скидку на эту карту, вернее, вы сможете ссылку на эту карту увидеть у меня в описании к данному видео, и если вы по этой ссылке придете, то вам вы получите 500 рублей даже. Вот так вот. Теперь следующая карта, но, которую я использую, ну, давайте вот эту, это будет Альфа-банк, смотрите, Альфа-банк, вообще суперская карта, вот, 2% сейчас, они прислали мне 2% на все, вообще, так сказать, бесподобно, 2% кэшбэка на все, то есть, 24% годовых, если вы пользуетесь картой Альфа-банка, очень хорошая карта, очень хороший банк, очень надежный, вот, и кроме того, значит, я говорил, что лучшая карта для инвесторов, вот, Халва для инвесторов, ну, как бы, ну, Халва и Халва, там, да, бесплатные переводы на брокерский счет, но там нет единой экосистемы, там нет брокерских счетов, нету в Совкомбанке, насколько я помню, брокера, у Альфа-банка есть Альфа-директ, то это брокер, и можно в Альфа-банке, в Альфа-банке стать инвестором, и это будет единая экосистема, значит, один личный кабинет, и, значит, оттуда можно легко на брокерский счет переводить и обратно, Кроме того, у Альфа-банка, ну, оно очень оригинальное, конечно, приложение для инвестиций, но очень даже, в принципе, неплохое, и комиссии у Альфа-банка вполне себе гуманные такие, очень хорошие, не знаю, так сказать, ну, он почему-то не гремит среди самых лучших брокеров, Ну, на самом деле, весьма и весьма достойный брокер, Альфа-банк, у него есть один недостаток, опционов там нет, в принципе, вот, срочный рынок есть, и приложение, ну, оно необычное, это не квик, вот, но там все есть, стопы можно ставить, значит, там обзор есть, все хорошо, и 2% кэшбэк, это вот прямо вот вообще шикарнейшее преимущество Вот, теперь дальше, значит, смотрим, что у меня есть еще, дальше у меня есть еще вот такая беленькая карта, это называется Тинькофф Бизнес, дело в том, что, если вы, смотрите, заходите на мой сайт demetkov.com и хотите приобрести, ну, скажем, биржу для чайников или опционы, что я вам очень советую сделать прямо сейчас, там ссылочку найдете внизу или вон там, нет, вон там, в левом верхнем углу Ну, ну, как бы могу сказать вам, что, если вы мне платите какие-то деньги за вот какие-то курсы и так далее, то эти деньги идут на ИП Деметков, с них я плачу налоги, и счет у ИП у меня зарегистрирован в Тинькове, и этот счет идет, ну, связан с интернет-эквайрингом от Тинькова Тиньков, конечно, дерет деньги, мама не горюй, сколько с меня, вот, за этот интернет-эквайринг и там за обслуживание счета, но он очень удобный, ничего не могу сказать, вот, ну, другие тоже дерут, но некоторые не так, не так много есть банки, которые дерут Вот, кстати, Альфа-банк, хорошо такой банк в этом смысле тоже, вот, вполне себе Но, вот, у меня ИП исторически так сложилось, что в Тинькове, я давний поклонник Тинькова, в принципе, переходить пока, ну, меня заманивают, там, скажем, Альфа-банк регулярно звонит, давай к нам Точка звонит или там что-то еще, вот, давай к нам, ну, пока, в общем, сказать, ну, из-за, там, 200 тысяч, 200 рублей в месяц, в общем, сказать, не вижу смысла пока переходить Вот, ну, зачем нужна эта карта? Значит, если у меня есть деньги на ИП, то я совершенно спокойно могу этой картой пользоваться в магазинах любых и там тоже есть преимущество То есть, если я вот этой картой расплачиваюсь на сумму больше, чем какая-то там, ну, установленный порог, я уже не помню его, по-моему, 20 тысяч, то с меня не берется ежемесячное обслуживание счета А это немаленькие деньги И если вот, ну, как бы у меня денег там достаточно много, то, в общем, сказать, выгоднее с этой карты пользоваться, потому что, ну, ежемесячное обслуживание там, по-моему, что-то 500 рублей или 900, я уже не помню точно Вот, ну, не помню и все Вот, поэтому очень хорошая карта для тех, кто имеет счет расчетный, как ИП, в Тиньков банке И вот следующая карта, это карта Тиньков Карта Тинькова уже стала не такой хорошей, потому что, ну да, она дает 1% на все Вот, но это 1%, есть там какие-то льготные категории, там 5%, но, в общем, сказать, 1% на все Кроме того, она стоит денег Вот, ну, в общем, Тиньков стал несколько хуже Но, Тиньков, опять же, есть брокер, есть Тиньков инвестиций и, соответственно, да, и Тиньков бизнес есть То есть, это единая экосистема, есть даже Тиньков мобайл, и он у меня тоже есть Это единая экосистема, и там хорошо деньги перебрасываются туда-сюда И, кроме того, Тиньков это единственный банк, который позволяет делать переводы без комиссии Не только в рублях, но и в валюте Вот это вот для меня очень важно, потому что, ну, дочь у меня учится, вы знаете, в Чехии И я ей совершенно спокойно перевожу деньги на ее карту Тиньков в чешских кронах Не проблема, то есть, я здесь покупаю у Тинькова чешские кроны по достаточно хорошему курсу Или там я могу смотреть, когда этот курс хороший И, значит, соответственно, ей в чешские кроны перевожу Ну, или евро, если ей нужно, так сказать, у нее там тоже есть счет в евро, в том же самом Тинькова То есть, вот, ну, как бы это такое бешеное преимущество Из-за которого я ни в жизни откажусь от Тинькова Ну, и вы знаете, что у меня открыт счет брокерский в открытии основной У меня есть Тиньков инвестиции, есть в Альфа-банке открыты Вот, но я пока туда еще ничего не инвестировал Вот она, карта банка открытия Вообще говоря, банк открытия немножечко он такой вот Мне он не очень нравился Он какой-то вот, какой-то, не знаю, недоделанный что ли Вот, ну, там вроде все они стараются сделать Но как-то для клиента он, ну, не все хорошо там бывает для клиента Потому что там что-то не разобраться Что-то как-то вот вроде здесь хорошо, но здесь через зад Вроде мы не берем деньги, но когда вы карту открываете С вас блокируют 500 рублей, которые вам возьмут После того, как вы по этой карте истратите 10 тысяч Ну, что вы там, так сказать, ломаетесь, как девочка Вот в Альфа-банке вообще, значит, открыл карту по моей ссылке Получил 500 рублей, все Дальше можешь даже вообще не пользоваться Никаких условий здесь нет Заблокируем 500 рублей Ну, зачем? Вот, я не понимаю Банк огроменный Вот, ну, вот какие-то рудименты такие есть И если слушают сейчас люди из банка открытия Они наверняка послушают это дело Ну, в общем, вот это вот, как бы я считаю это минусом Кроме того, большой минус в том, что, смотрите Ну, у Тинькова есть Если вы перейдете по моей ссылке То вы получите 500 рублей Там я получу, или там 300 Я получу 300 рублей Альфа-банк Вы получите 500 рублей Я получу 500 рублей Если вы по моей ссылке откроете карту открытия То Ни вы ничего не получите Ни я ничего не получу Абсолютно бескорыстно вам говорю Вот Теперь далее То есть никаких преимуществ в этом смысле она не дает Но Карта Дело в том, что, ну, естественно Как и у всех других банков Это, значит, единая экосистема То есть, в личном кабинете Мобильном Или на компьютере Я вижу все свои счета Включая брокерские И я захожу в личный кабинет Открытие Открытие И одним движением Я говорю, так сказать, нажимаю на кнопочку Пополнить счет Она спрашивает, какой рынок там И все Я, значит, деньги переводятся моментально Это, ну, просто Такое, ну, большое преимущество Вот Но Это не все Смотрите Так как Это стало единой системой То, смотрите Раньше всегда Банки давали Преимущество Тем, ну, самым крупным своим вкладчикам Вот И Эти самые крупные вкладчики Пользовались там какими-то Льготами Там Вы знаете Пользование вип-залами в аэропортах Ну, я не так часто летаю Но когда летаю Я вот, ну Там, когда пользуешься вип-залом Можно провести до двух человек С собой Бесплатно И, соответственно Ну, там Много всего приятного На самом деле Вот Но для того, чтобы Быть вип-пользователем То Приходилось иметь там На счете В конце каждого месяца Два миллиона рублей И тогда Ты получаешь Вот этот статус Значит, там Скать Как бы карточку Показываешь Они, значит Чуть-чуть-чуть Да Ты вип-клиент Заходи Вот А Два миллиона на счете Который приносит Доход там Четыре процента Годовых Ну Это Не Комильфо Поэтому я Ну Понятно, что я никогда Не имел Двух миллионов на счете Вот Если у вас На счетах У Открытия Не важно Брокер Или банк Сумма Больше, чем 500 тысяч То Вы уже Ну, если не Вип-клиент То Здесь Три процента Кэшбэк На все покупки Три процента Умножаем на 12 Тридцать шесть процентов Годовых Если я трачу по этой карте Сорок тысяч в месяц То это Тридцать шесть процентов Годовых Получается Есть, конечно Огромный минус Потому что Этот кэшбэк Платится Ну Как у Открытия без минусов Просто Вот скажите Ну Не может быть Открытия без минусов Вот Поэтому Значит Есть огромный минус Это баллами И Я могу их обналичить От 1500 рублей И За покупку Единовременную От 1500 рублей И Я могу Вот эти деньги Вернуть Сто процентов Баллами Один к одному Что приятно Ну Тут приходится Конечно Немножечко Посматривать Иногда в личный кабинет Скажем Если у меня накопилось 2456 рублей Скажем Так Ну Баллов Да То Я прихожу В магазин И спрашиваю Когда я делаю Крупную покупку Исключительно На самом деле То я говорю Слушайте А вы можете У меня Частично Взять Картой А частично Там Другой Картой Они говорят Да можем Я говорю Ну вот 2456 Вот с этой карты Остальное Стоит И все И 2456 Я списываю И получается Что покупка Ставится на 2456 рублей Дешевле Вот такая вот Незамысловатая Хитрость Такая вот Ну Дурацкая Ну Она Очень приятна Но Это у меня Почему Для меня Открытие Самая лучшая карта Ну потому что У меня Брокерский счет В открытии Если у вас Тинькофф Инвестиции То И у вас там Денег Больше Я не знаю Сколько там Какой-то лимит По-моему там Миллион или два В инвестициях То Ваша карта Тинькофф Потому что Вы тогда Переходите На Тинькофф Премиум Как инвестор То есть У Тинькофф Есть два тарифа Там трейдер И Инвестор Что ли Вот Но на самом деле Их три Есть еще премиум Премиум Тариф В Тинькове Посмотрите Там Комиссия брокерская Сильно Ниже И вы там Сэкономите Намного Больше То есть Если вы Не в Тинькофф Брокере Не в открытии Брокере А в Тинькофф Брокере В Тинькофф Инвестициях Вкладывайте Побольше денег И получайте Кайф От Тинькофф У вас будет И бесплатное Обслуживание Карты И Соответственно Тинькофф Премиум Тариф На Тинькофф Инвестициях Это очень Очень Круто И Ну у Тинькофф Есть свои недостатки Почему я не использую Тинькофф Инвестиции Потому что Ну во первых Это сильно дороже По тарифам По комиссиям Брокерским Чем Это уже стало Сильно дороже Чем открытие Открытие сейчас Но Я вам скажу Наверное Лучший брокер По Комиссиям Потому что Вот с декабря месяца Они ввели новые тарифы Они отменили Там Масса всего Открытие Стало Лучшим Брокером По Комиссиям Которые Они взимают Вот Поэтому Поэтому Открытие Все таки лучше Но Тинькофф Я говорю Если у вас Тинькофф Если вас не устраивает Открытие То для вас Лучшая карта Будет Тинькофф Если у вас Вдруг Открыт счет В Альфа банке Сейчас я покажу Его снова Вот Ну в Альфа банке Альфа директ И у вас там Тоже Денег Достаточно Дофига То Естественно Для вас будет Самая лучшая карта Естественно Альфа банк Потому что Альфа банк Тоже поддерживает Вот эту вот Экосистему Но Как вы поняли У меня Вот Три варианта Тинькофф Открытие Альфа Есть еще Мне скажут Любители Банка ВТБ И ВТБ Инвестиций Что ВТБ То же самое У меня У меня То Соответственно Для вас Самая лучшая Карта Будет ВТБ Просто посмотрите Какие тарифы Там есть Там есть Тарифы Очень Даже Привлекательные Я Ну просто Посматривал Я сейчас Не могу сказать Какие Посмотрите Вот Поэтому Вывод Общий Такой Что Лучшая Карта Для Инвестора Та В том Банке В котором Вы Инвестируете Потому что Как только У вас Инвестиции Становятся Ну в районе Там Хотя бы 500 тысяч Вот Как в открытии Или там Ну больше Как у других Банков То соответственно Это Становится Сразу И космос Вот Поэтому Надо Для того Чтобы Хорошо Жить Надо Побольше Инвестировать И иметь Карту В том Банке В котором У вас Брокерский Счет На сегодня Все Поставьте Пожалуйста Лайк Подписывайтесь Поделитесь Этим Видео Другим Если у вас Не открыта Еще Карта У Вашего Брокера То Откройте Пожалуйста Ссылочки Там Если у вас Не открыт Вообще Брокерский Счет И вы Еще Не начали Инвестировать Ссылочки Там Или Вон Там Значит Demetkov Yur.com Пожалуйста Или Прямо В описании К данному Видео Открывайте Брокерские Счета Становитесь Богаче А я Вам Счет